Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба Мракопедии «Насферату Ктулху и Ко». Дети на опушке Рассказывает мой знакомый. Дело было в начале 50-х. Брат моей бабушки, электрик, по образованию, вернувшись с войны, был просто нарасхват. Людей не хватало, страну отстраивали из руин, так что, поселившись в одном селе, он фактически работал в трёх. Благо, находились населённые пункты близко друг от друга, ходить-то в основном приходилось пешком. Торопясь, идя из одного села в другой, он часто срезал дорогу через небольшой лесок. Скорее, даже посадку. Особенно приятно это было делать весной и летом, когда расцветала зелень и природа просыпалась. Парень, порядком уставший за день, замедлял шаг и с удовольствием вдыхал запахи жимолости. Мечтал о будущем. Однажды, было это утром, он шёл через вышеописанную лесополосу. Стояла удивительно хорошая погода. Солнце светило вовсю, поэтому молодой человек ничуть и не удивился, увидев, что на опушке играют дети. Их было человек семь. Мальчики и девочки в возрастном диапазоне где-то от пяти до десяти лет. Сгрудившись в кучу, они склонили над чем-то головы. Только одна девочка, отойдя чуть в сторону, аккуратно и медленно собирала цветы. Она первой подняла от земли глаза, внимательно посмотрела на внезапного пришельца и, не сказав ни слова, продолжила своё дело. В принципе, ничего странного в этом зрелище совершенно не было, и парень хотел уже пройти мимо. Но что-то всё же заставило его приблизиться к молчаливым ребятишкам поближе. В своём рассказе он говорил позже, что насторожило его именно эта странная, несвойственная для большого скопища детей тишина. Увиденное он не сразу понял. Только минут через пять до него дошло, что дети играют в похороны. На траве перед ними лежала большая и не новая пластмассовая кукла в грязном белом платье, аккуратно так расположенная на белом квадратном пёстром платке. По всему телу кукла была убрана цветами. Голову тоже украшал венок из цветов. В головах догорала настоящая церковная тоненькая свечка. На глазах лежали два древесных листочка. Рядом совершенно аналогичным подходом был расположен пупс. Дети молча смотрели на эту картину, временами почему-то дружно вздёргивая головы к небу, тщательно в него всматриваясь. Поодаль зияли в земле две вырытые ямки, долженствовавшие обозначать, видимо, могилой. Совершенно обалдевший парень молча наблюдал, как девочка, что собирала цветы в стороне, подошла к пупсу, принялась украшать его. Потом, наконец, обретя дар речи, молодой человек почувствовал, что, как взрослый, должен вмешаться, как минимум попытаться спросить, кто подсказал такую странную игру. «Ребята, вы откуда?» «И что это вы делаете?» Ребята всё так же молча уставились на него. В лесу щебетали птицы. Парень внезапно почувствовал, что ему, фронтовику, прошедшему войну, очень страшно. Необъяснимый страх взялся из-за ниоткуда и грозило совершенно овладеть его сознанием. «Вы чего молчите, а?» Храбрясь произнёс он. «Вы из той деревни, что ли?» «Это что за игры такие?» «Вот я, учительница...» Договорить не успел. Девочка, собиравшая цветы, посмотрела на небо, а потом, внезапно повернувшись спиной, проговорила низким, неестественным голосом, обращаясь к остальным. «Скорей закапывай, а то опять начнётся». Остальные дети тут же, медленно и абсолютно игнорируя пришедшего подхватили подстилку, собранной цветами куклой, и торжественно поволокали её к вырытой ямке. Молодой человек, проводив их взглядом, заметил несколько симметричных холмиков, расположенных за этой ямкой. На некоторых из них лежали цветы. Уже отдаляясь от опушки, он продолжал недоумённо оглядываться, а страх всё ещё не отпускал. Добравшись до деревни и подчиняя проводку в продмаге, он решил прояснить ситуацию, и невзначай спросил у немолодой продавщицы. «А что это у вас за место на опушке? Как выйдешь из посадки? Там какие-то...» Он искренне радовался по тому, что его перебили и не дали договорить, а то бы ходил всю жизнь в сумасшедших. «Ой, вы там ходите, да? Кладбище там уважаемый!» Охотно откликнулась местная женщина, пережившая всю войну в родном селе. «Детей похоронили. Ни местных, ни наших. Получается, шёл в начале войны эшелон по нашей ветке. Там полон вагон детей. Видимо, пионерлагерь или детдом перевозили. Документов так и не нашлось. Разбомбили его, конечно. Бомбёжки тогда круглосуточно почти были. Ну, нашли их на путях. В основном каша сплошная. Не разберёшь, где руки и ноги. Но кого можно было ещё вытащить, повытаскивали. Похоронили по-людски. «Ой, такой ужас! Что война проклятая наделала? Да вам ли не знать?» Она помолчала и добавила. «Ой, вы знаете, никак не забуду. У некоторых в руках игрушки были. Так их ранили. Пальцы-то не разжать. А до своего кладбища донести страшно было. И так бабы, которые могилки рыли и тела перевозили, всё время боялись, что опять бомбить начнут. Так и орали друг другу всё время. «Скорее закапывай, а то опять начнётся». Землистый Дядька у меня вообще был товарищ очень странный. Общаться с ним я не любил. Такую психическую атаку цинизмом, брюзжанием вносить дольше пяти минут практически невозможно. Но была у него особая причуда, которая выделялась даже на фоне других. Страх быть похороненным заживо владел им на протяжении, наверное, всей жизни. Казалось, что дядя Витя вообще ничего не боится. А в Бога и в целом потусторонние он не верил и относился ко всему этому с присущим ему снисходительным презрением. А лишний раз повторял, когда его будут хоронить, то в гроб ему обязательно нужно положить мобильник. На случай, если врачи ошибутся насчёт констатации смерти, он проснётся в собственной могиле. Этим требованием он задалбывал нас раз за разом, с какой-то маниакальностью повторяя его, словно заведённая пластинка. Порой никак совершенно не связанные с этим разговоры, сводя к излюбленной теме. Поэтому, когда дядю на перекрёстке сбила машина, буквально превратив его в кровавый фарш без головы, телефон к нему в гроб положили исключительно из уважения к воле покойного. Казалось очевидным, что никому и никогда дяде уже звонить не придётся. Вот только он позвонил. Я в тот роковой вечер сидел за компьютером и скроллил имиджборды. Собственно, так проходил каждый мой вечер. С двумя банками пива, анонами и слезами жалости к себе. Когда раздался звонок на мобильник, я был уверен, что это очередные мошенники или банковский колл-центр с чрезвычайно выгодным предложением исключительно для вас. Номер действительно был незнакомый. Вот только какой-то странный. Состоял он явно больше, чем из одиннадцати цифр. Напротив, числа занимали почти весь экран, и рефреном среди них постоянно повторялась и девятка. Я даже отцепенел на секунду, но потом подумал, что звонят наверняка из какой-то другой страны, где приняты вот такие странные номера. Но только кто это мог быть? У меня и в России-то, как таковых и знакомых, с моей сычёвской жизнью не было, не говоря уже про заграницы. Проснулась уже ставшая родной социальная тревога. Захотелось сбросить и заблокировать таинственного абонента. Говорить по телефону для меня – это вообще пытка. Однако любопытство победило. Телефон продолжал трезвонить, я смахнул зелёную кнопку влево, принимая вызов. «Алло», – произнёс я, ощущая, как внутри всё холодеет. Конечно, в тот первый раз это был отнюдь не мистический страх, а самый что ни есть бытовой. Социальные контакты таким людям, как я, вообще даются с огромным трудом. Потом по этому привычному, совершенно рациональному с точки зрения обыденного порядка вещей страху я ещё не раз успел затасковать. Ведь тот кошмар, что ждал меня дальше, оказался в сотни раз хуже. Секунд пять в трубке молчали, и я подумал, что это обычный холодный звонок. И даже подуспокоился, собравшись сбрасывать. Не знаю, продолжилась бы эта история, если бы мне хватило той самой секунды, чтобы прервать разговор. В любом случае, мне её не хватило. «Миша, это я, дядька твой, узнал?» Проскрепил в трубке знакомый дребезжащий голос. Я чуть телефон не выронил. Ноги подкосились, но я всё же удержался от обморока, облокотивший свободной рукой о стол. Конечно, это просто чей-то да ужаса дурацкий розыгрыш. Ну да, с современным уровнем развития нейросетей подделать человеческий голос – дело не самое сложное. Все эти объяснения, конечно, потома всё равно рассыпались бы в прах, но на тот короткий миг их могло бы хватить, если бы не одно «но». Голос дяди. Да, это, несомненно, был его голос. Но я мог поклясться, что всё же в нём что-то едва уловимо изменилось. Он стал землистым. Да, именно такая ассоциация у меня возникла. От этого голоса веяло сырой, тяжёлой, могильной землёй. «Миша, здесь мерзко. Я, б***ь, ненавижу это место. Они грызут. Грызут и ползают. Холодно. Очень холодно». На этом месте речь стала окончательно путанной и начала напоминать телеграфное сообщение. «Я теперь суп. Растёкся. Суп с костями. Черви. Ползают. Холодно, б***ь. Тесно. Сука. 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 Я стоял совершенно оцепеневший, не в силах пошевелиться, не в силах сбросить проклятый звонок. Дядя не кричал, а именно что брюзжал, как постоянно делал ещё при жизни. Мои кишки. Я их чувствую. Грызут. Пьют. Сука. Эта тварь разговаривает со мной. Сука. И умер. Кто разговаривает? Тупо проранил я в трубку. Ответа мне была тишина. Я ждал 10 секунд, 20 минуту, две. Тишина. А потом крик. Клянусь, настолько истошного, пронзительного, полного боли и ужаса, крика я не слышал до того ни разу в жизни. И слава богу, что не слышал. И видите ли, я далеко не уверен, что кричал именно мой дядя. Тембр казался другим, незнакомым. Скорее даже женским, нежели мужским. Не знаю, как я не выронил трубку. Лихорадочно принялся бить пальцем по экрану. В панике все никак не мог попасть по нужной кнопке, чтобы сбросить звонок. Наконец, мне это удалось. Вопль затих. А я остался стоять от чего-то мертвой хваткой, сжимая свой старенький Самсунг. Без звуков душераздирающего потустороннего крика в квартире стало поразительно тихо. Странно, что раньше я даже не обращал внимания на эту тишину. Что я сделал дальше, спросите вы. Я поступил самым логичным и рациональным образом. Заблокировал номер и попытался навсегда забыть об этом звонке. Вот только забыть мне не дали. Прошел где-то месяц. Я все же смог кое-как натянуть саву на глобус и объяснить произошедшее до ужаса дурацким и жестоким розыгрышем. Конечно, страх еще сидел в моем подсознании. Но я упрямо подавлял его думскроллингом, играми и сериалами. Короче, занимался тем же, что и до случившегося со мной пиздеца. Однако, следующий звонок все же раздался. На этот раз произошло все не вечером, нет. На улице стояла жаркая солнечная погода. Щебетали птички и вся эта идиллия в целом. Казалось, что ничего страшного в такую погоду не может случиться просто по определению. Стоит сказать, что я работаю из дома. Пишу код. Вот только не исток кавна насек, как хотелось бы, а за довольно малые деньги. На большее моих скудных опыта и квалификаций попросту не хватает. В тот самый момент, когда я был увлечен поиском очередной ошибки в написанном мною коде, дядя Витя позвонил снова. Поначалу я даже не подумал ни о чем плохом. Настолько я был умиротворен гипнотизирующим процессом программирования вкупе с идиллической пасторальной погодой. Я лениво оторвал глаза от экрана и посмотрел на дисплей гудящего смартфона. Номер был незнакомый, но не тот же самый. Более того, он вообще представлял из себя самый обычный номер из привычных русскому человеку 11 цифр. Я принял звонок и тут же об этом пожалел. И до сих пор жалею. «Миша, дядя Витя звонит. Слышишь, дядя Витя?» Услышал я до боли знакомый голос, который так надеялся не услышать больше никогда. Я так и замер на стуле. Буквально оцепенел. Знаете, у каждого человека на любую опасную ситуацию есть одна из трех реакций. Бей, стой или беги. Вот так я опытным путем и выяснил, что моя реакция именно стой. Я в прямом смысле этого слова не мог пошевелиться от ужаса. Раньше в книжках и крепипастах мне не раз приходилось натыкаться на это выражение. Я всегда принимал его за фигуру речи и литературный штамп. А оказалось, что вот как оно. По-настоящему. Сидишь не в силах даже моргнуть от охватившего тебя страха. Землистый голос. Землистый. Дядя Витя сдох. Сдох, как собака. Голова отдельно, фарш отдельно. Гроб набили мною. Фаршем набили гроб. Полный гроб фарша. Теперь меня едят. Черви. Жуки всякие. Одна за другой звучали в трубке отрывистые телеграфные фразы. И стыдно писать это, но я почувствовал, как обмочился. Что, обоссался? В**к. Тут же раздалось с той стороны. Трусливый. Как и все. Кое-как ливер в коробку запихали и закопали, чтобы не видеть. Сука. Да. А меня всё больше и больше. Меня жрут. А меня всё больше и больше. Я кишки. И, наконец, тишина. Тут я не выдержал. Постыдно и унизительно взвизгнул и долбанул трубку об столешницу. Тем самым полностью её уничтожив. А с тех пор я живу без телефона. Просто не могу брать их в руки. Даже чужие. Меня стало просто выворачивать от них. Я не могу смотреть на людей, говорящих с кем-то по мобильнику. Шарахаюсь от отделов со смартфонами в магазинах электроники. Проклинаю Голубицкого с Беллом за то, что вообще придумали телефонную связь. Было ещё кое-что. Только я этого всеми силами старался не замечать. Девятки. Теперь они преследовали меня повсюду. Электронные часы в моей спальне остановились на отметке в 9.00. И отказывались чиниться, даже когда я отнес их в мастерскую. Код от домофона в подъезд внезапно поменялся на 9.969. Я мрачно отметил, что шестёрка – это перевёрнутая девятка. Офис той компании, на которую я работал в качестве фрилансера и в которой мне всё же приходилось к своему несчастью периодически наведываться, переехал в новый бизнес-центр на девятый этаж. И это только некоторые примеры из вереницы подобных мелких совпадений. Возможно, мой воспалённый мозг просто находил закономерности там, где их не было, а возможно и нет. Часы, кстати, потом всё же заработали. На девятый день после поломки. Моя сравнительно спокойная жизнь длилась где-то ещё полгода. А потом дядя всё же нашёл способ со мной связаться. За эти полгода он освоил соцсети. И сине-чёрный юмор ситуации состоит в том, что при жизни он в них не сидел. В ВК и даже одноклассниках страничек никогда не имел. Когда во Вконтакте мне пришло сообщение от пользователя Виктор Колосов, я только нервно хихикнул. Сил бояться уже просто не было. Вернее, так мне тогда казалось. Страничка была пустая. Без друзей и подписок. Но вот аватарка. Я так и не смог осознать, что на ней было изображено. Единственное, в чём я уверен, это нечто не должно принадлежать нашему миру. Чуждо ему. Я разобрал лишь одно. На фотографии было запечатлено что-то, что раньше было моим дядей. Я всё-таки смог узнать его, хотя его внешность подвергла сильнейшим ужасающим метаморфозам. Лицо его было как-то противоестественно вытянуто, и распахнутый чёрный провал рта занимал едва ли не половину его. Глаза отсутствовали. В том месте, где они должны были находиться, череп словно лентой был обвязан окровавленным лоскутом кожи. Руки казались непропорционально длинными и костлявыми. По позе складывалось впечатление, что существо пытается дотянуться ими до оператора. Тело было скрыто объёмным чёрным балахоном. Дядя, вернее то, во что он превратился, стояло в помещении погребальной конторы. Это было понятно по обилию гробов и венков на заднем фоне. Я разглядывал изображение секунд тридцать, но в моей памяти оно отпечаталось раз и навсегда. Порой я просыпаюсь от того, что мне кажется, будто это мерзительное нечто стоит над моей кроватью и тянет ко мне свои холодные руки ветви. И просыпаясь, я уже ощущаю их прикосновение. Письменная речь моему мёртвому дядюшке давалась явно лучше, нежели устная. Или за время лежания в могиле его искалеченный мозг успел эволюционировать, что ли. Но тогда чем продиктовано это развитие и куда оно направлено, я стараюсь об этом не думать. Михаэл, а здравствуй. Завел я себе всё-таки страничку в этой помойке. Ты почему не берёшь трубку? Я тебе звоню, звоню, а ты не берёшь. Дядька в могиле гниёт. Один. Все о нём забыли, мрази этакие. Никому он не нужен сразу стал. Я понял, что или я доберусь до сути происходящего, или сойду с ума. В первом случае, скорее всего, тоже сойду, но так есть хоть какие-то шансы. Интересно, а что, в могиле ловит интернет? Промелькнула в голове идиотская мысль. Она была настолько нелогична в своей железной логичности, что даже показалась мне забавной. Я снова хихикнул. Так или иначе, теперь отступать я не планировал. Нужно посмотреть этому кошмару в глаза и постараться раз и навсегда избавиться от него. Именно так я рассуждал. Даже почувствовал некую храбрость. Или скорее даже браваду. Идиот. Пока я думал над текстом ответного сообщения, мне пришло еще одно смс от дяди Вити. Что молчишь? Стыдно стало? Ты хоть и знаешь, каково это. На полной скорости в тебя врезаются 8 тонн железа и тащат твои кишки по асфальту. А твоя голова в это время катится по дороге. И ты все чувствуешь. Это адская боль. Я и сейчас ее ощущаю. Я это каждая капля крови, что из меня вытекла. И этим каплям больно. Меня лишили тела. Но что смогли наскрести, запихнули сюда. Но это не тело. Это блевотная масса. У меня нет тела. Но оно болит. И я это чувствую. Знаете, когда волосы на голове встают дыбом, это тоже не фигура речи. С тех пор я окончательно лишился даже жалких остатков покоя. В ближайшее время ночью я собираюсь отправиться на могилу дяди и собственноручно эксгумировать его останки. Я должен увидеть. Должен понять. Должен докопаться до истины. Докопаться. Какой черный каламбур, господи. И может быть тогда, встретившись со своим главным кошмаром лицом к лицу, я все же смогу обрести покой. Пожелайте мне удачи. В детстве была сильная пневмония. Запустили до того, что пришлось переливать кровь. Мне было полтора года, но я очень хорошо помню то время из-за того, что яркое впечатление от болезни, уколов в голову, и под лопатку, и лежки под системой, все это заставило мозг работать раньше, чем ему было положено. Однажды, вспоминая об этом эпизоде своей жизни, я так себя накрутил, что поднял еще более старый слой своей памяти. Я лежал в деревянной кровати с перельцами. Я не мог тогда ходить еще. Рано. Я не мог разговаривать и только без зуба щерился навстречу лицам родителей, появлявшимся в светлом круге посреди тьмы. Таким суженным было тогдашнее восприятие. Один яркий образ я вспомнил из самых ранних дней моей жизни. Лицо. Просто незнакомое лицо. Негрустное и невеселое. Внимательный взгляд, изучающий направленный на меня, брахтающегося в своей кроватке. Маленькие морщинки в уголках рта. И совсем нет волос. Только бугорки на месте бровей. Будто такой старичок. Это лицо я увидел прямо в своей комнате. В детской. Оно смотрело на меня, возникнув из точки, где стены сходятся с потолком. Прямо из верхнего угла комнаты. Иногда я вспоминаю это лицо. И тогда у моего кота шерсть дыбится. И он смотрит на углы так, как будто умеет читать мои мысли. Татьяна Юрина. Это далеко не первый в России пожар в доме престарелых с большим количеством жертв. Ликвидация огня продолжается силами пожарных расчетов. Пока нет точных данных о количестве спасенных и пострадавших. Из криминальной хроники города Энска. Над тайгой стоял протяжный гул. Одна за другой вспыхивали, словно свечки сосны. Устремляли воздетые в мольбе ветви к черному небу. И с треском рушились на землю. Огонь пожирал деревья. Облизывал жадными языками скамейки гипсовые скульптуры. Бушевал в помещениях. В оконных проемах метались неясные тени. Но крепкие решетки и запертые двери не выпустили никого из-за питателей странного дома. Осмотр места происшествия начался сразу, как был потушен пожар. Здания и постройки сгорели подчистую. Пахло гарью. Перед руинами застыли закопченные пионеры с пустыми глазницами. Дозевал посыпанный пеплом каменный крокодилу фонтана. Ржавые трубы косо торчали над забитой сажей и грязью чашей. Обугленные кости сложили в несколько мешков и отправили на экспертизу. Останки принадлежали людям довольно преклонного возраста. Определить, кому именно, не представлялось возможным, так как ни списка обитателей, ни медицинских карточек не сохранилось. А самое странное, почему журналисты решили, что сгорел дом престарелых? Ни одного дома престарелых и ни в каких документах города Энска и прилежащих к нему окрестностях вообще не значилось. Здания бывшего пионерского лагеря «Уголёк» во время перестройки были переданы на баланс здравоохранению под лесную школу. А вскоре после её расформирования, ввиду нецелесообразности, их и вовсе списали. Дачники и жители ближайшей деревни уже лет десять потихоньку растаскивали бесхозные стройматериалы для собственных нужд. И ни о какой богадельне слыхом не слыхивали. Словом, после небольшого скандала в администрации сочли, что в заброшенном лагере поселились бомжи или беженцы, что практически одно и то же, которые сами себе испалили. Опровержения в газету давать не стали, само рассосётся, позабудется, справедливо решили в верхах. И в самом деле, каждый день что-то горит, либо кого-то затопляет. Привыкли люди к разгулам стихии, а начнёшь прессе объяснять, что и дома до такого в области не было, себе дороже будет. Тут скандальчиком с журналистами не отделаешься. Матвей Кузнецов, шустрый домовитый дедок, бродил по пожарищу и шевелил палкой золу в поисках чего-нибудь подходящего. Вообще-то Матвею нужны были трубы. Стар стал ведра по огороду таскать, а шлангов не напасёшься. На один сезон только дюжат, а стоит столько, никакой пенсии не хватит, если покупать. Но если попадалось что-нибудь ещё, что могло сгодиться в хозяйстве, скажем, старый утёк или кружка с чуть сколотой эмалью, старик такими находками не брезговал и деловито складывал их в старый брезентовый рюкзак. Наполнив его полностью дребезжащей всячиной, Матвей принялся дёргать и расшатывать тонкие трубы у фонтана. Задел ногой каменного крокодила и взвыл от боли. «Ох ты! Кусаться, тварь проклятая!» Замахнулся ржавой трубой на бразчик парковой скульптуры. Крокодил клацнул зубищами и испуганно отодвинулся. Отполз, значит. По крайней мере, так потом рассказывал Матвей своей старухе. А под ним оказался перевязанный резинкой полиэтиленовый пакет. Дед бросил находку в рюкзак, подхватил несколько труб и резцой побежал домой. Там он первонаперво стал прилаживать трубы, соединять их обрезками велосипедной шины, прикручивая проволокой и протягивать по огороду. Потом демонстрировал водопровод бабке и набежавшим соседям. Словом, про таинственный пакет вспомнил не скоро. А когда вспомнил, развернул и... разочарованно чертыхнулся. В пакете оказалась старая тетрадка, исписанная от одной калинкоровой корки до другой. Крупным, будто бы детским почерком. Ладно, а после разберёмся. Пробормотал дед Матвей, сунул книжку с тетрадкой обратно в пакет, отложил его в сторону и занялся более важным делом. Он неторопливо извлекал из рюкзака трофеи, любовно оглаживал их, кумекал, как починить, если требовалось, и мысленно представлял, куда приспособят ту или иную вещь. Откружилась пёстра юбка и лето. Было у старухи в молодости такое платье. На зелёном крепдешиновом поле голубые васильки и алые маки. Ох, и любила танцевать, Вера. Кружилась в танце, а юбка порхала и бесстыдно обнимала ноги. Промчалась каруселью ярмарка осень. Достала из сундуков и расстелила белые перины зима. Однажды дед Матвей полез за старыми газетами для растопки печи и наткнулся на свёрток, который вытащил летом из-под крокодила. Хотел кинуть в топку, но передумал. Затопил печь, нацепил на нос очки, открыл калинкоровую тетрадку и начал читать. «Лето. Мне десять лет. Мама отправила меня в пионерский лагерь. Солнце, воздух и вода множат силы для труда», – так она сказала. «А ещё дала тетрадку и велела вести дневник. Солнце с воздухом здесь точно есть. А воду караулит крокодил. К фонтану не подойти. У него страшные зубы и глаза. Ну, такие. Всё видят, короче. Пойдёшь по дорожке, а глянешься – он смотрит. Свернёшь на газон, а он и там достанет. Я его боюсь, хоть он и каменный. По газонам ходить нельзя. Светлана Сергеевна ругает. Она строгая. Никогда не улыбается. А Томка Трушкина красивая. Глаза у неё коричневые и большие, как у телёнка за забором. Он пришёл и тыкался в распахнутую ладошку розовой тёплой мордой. Потом ещё напишу. Светлана Сергеевна кричит неукоснительно. Ну-ка, дети, встаньте в круг. Всю неделю в дневник не писал. Мама говорила, в плохую погоду можно ходить в библиотеку. Вчера шёл дождь, и я ходил. Читал про таракана. У нас они тоже ползают. Сторож грубую рукою из окна его швырнёт и во двор вниз головою наш голубчик упадёт. Сторож дядя Миша Добрый раздаёт нам леденцы. Говорит, что бродят по свету его дети. Он не знает, где они бродят, поэтому всем встречным, поперечным ребятам раздаёт. Томка сказала, что лучше бы шоколадки раздавал. Она шоколадки лучше любит, чем леденцы. А дядя Миша сказал, «Я свой калибр знаю». Я спросил, «А что такое калибр?» Тогда он показал на Ваську и сказал, «Вот крупный калибр, а лягушонок мелкий». «Лягушонок у нас меньше всех. Он ходить не может, только ползает и мычит. А говорить и квакать не может. У него большой рот и текутся люни. Наверное, мешают ему говорить». «Мы опять вводили хоровод. Пусть и всегда будет солнце. Мне кажется, внутри крокодила кто-то живёт. Снаружи камень, а внутри кто-то злой. Хуже таракана». Листья на большой берёзе улетают с жёлтыми стаями. На заднем дворе живут куры. Тома Катрушкина по-доброму кормила их хлебом. Петух подпрыгнул и клюнул её в лоб. Она сильно ревела. Я испугался, что он клюнет её в голый глаз и тоже заревел. Дядя Миша зарезал петуха. Стукнул топором по шее. Голова с гребешком и открытым клювом валяется на траве, а он скачет. Если птичке хвост отрезать, она только запоёт. А он подпрыгивает и отъявленно скачет. Кровь красная булькает из шеи и замарала перья. Томка снова ревела. Светлана Сергеевна кричала на нас и дядю Мишу. А он сказал, что суп все любят. «Ну-ка, дети, встали в круг». Вышла из комнаты Вера. «Что это у тебя, Матвей? Тетрадка какая-то?» Дед Матвей мягко отстранился от жены, пытающейся заглянуть через его плечо. «Да тут такое дело. Потом расскажу. Иди, Вера, сейчас твой сериал начнётся». Он взял сигареты и направился в Сенци. Затягивался и живо представлял себе этих ребятишек. «Вот ведь...» «Они тоже отправляли своих в лагерь, но никогда не думали, что там... Так...» Как... Так... Матвей не смог бы себе объяснить. Почему-то защемило сердце. Вернулся в избу, налил себе в кружку молока, отрезал хлеба. «Эй, ты чего кусочничаешь?» Всполошилась Вера. «Я борща наварила. Обедать надо, а не кусочничать». «Да погоди ты с обедом». Матвей допил молоко, подкинул дров в печку и, захватив тетрадку, пошёл в комнату. Лёг на диван и стал читать дальше. Неожиданная история, написанная в тетрадке круглым детским почерком, захватила его настолько, что он ничего другого делать не мог. Ему до зарезу нужно было узнать, что случилось дальше. «Почему не едет мама?» Говорила, что заберёт меня. «Я хожу в библиотеку, пишу дневник, а мама всё не приезжает. Сегодня на обед давали суп с курятиной. Не верится, что серые куски в супе это петух, который клюнул Томку. Совсем не похож. У него мы видели внутри красное. Даже перья стали красные. И у крыса тоже красное. Под грязной шкурой. Васька убил крысу. Он тыкал её большим гвоздём, потому что топора у него не было. А он хотел посмотреть, как булькает из шеи кровь. Гвоздь он вытащил из забора и тыкал. А она не булькала. Всё-таки надо топором, а не гвоздём. А я хотел посмотреть, что у неё там внутри. Как она бегала и ела. Интересно, у крысы есть душа? Где она? Я её не видел. Там только кишки. Это сказал Васька. А ещё он сказал, что я ботаник. Светлана Сергеевна сказала, «Ну-ка, дети, встанем в круг». Томка не хотела вставать и сказала, что боится крокодила. А Светлана Сергеевна ответила, «Он же каменный, глупая». И ещё сказала тихо, но я услышал, «Это скопище дебилов пострашнее крокодилов». «Дебилы, это она про нас говорит». «А что такое скопище?» Дядя Миша взял крысу за хвост и унёс. «Интересно, куда?» «Дни вопросы. Надо в библиотеку сходить». «Прошло четыре лета и три зимы. Нас выпустили на улицу, а там зелёные листики. И хорошо пахнет. Цветы. Мы их ели, ели. Никак не могли остановиться. А ландыши горькие. Лягушонка рвало. Светлана Сергеевна сказала, «Кыш, саранча!» Встали в круг. Мне показалось, что крокодила сидит внутри Светланы Сергеевны и смотрит оттуда. Страшно и холодно. Саранча это кузнечики, а мама не приезжает. Меня стало внушительно беспокоить Томка. Она иногда смотрит на крокодила огромными глазами. Танцует на каменной дорожке в колготках без башмаков и смотрит. Из дырявых колготок кровь сочится. А Томка плачет, как наводнение. Говорит, что он съел её сны. А сама такая красивая утончённа. Наверное, я влюбился. И что теперь делать? Как же мне узнать? Другие девчонки тоже туфли скинули, но это не то. Прошли по кругу лето, осень и зима. Снова весна, но листья ещё не выросли. Снег навалился и не даёт им расти. Васька стал большой безразмерно. За обедом он задел локтем кружку и пролил кисель. Светлана Сергеевна стала кричать. «Подлизывай теперь языком, падаль! Из-за стола не выпущу, пока не подлижешь!» А Васька уперся глазами в стол смело и молчит. Не хочет подлизывать. Кисель по столу ползёт. Светлана Сергеевна краснее киселя сделалась. Задрожала вся. Мы даже испугались, что ей плохо. Лягушонок всех спас. Он залез ногами на стол и начал этот кисель лизать. Язык высунул локал и улыбался большим ртом. А потом слизывал одну улыбку вместе с киселём. Но тут же вырастала другая. А кисель так и капал обратно на стол. Томка сказала, «У лягушонка есть душа». Светлана Сергеевна повела нас к крокодилу. «Ну-ка, встали! Шири круг!» Уже стемнело, а мы всё ходили и ходили протяжённо. дядя Миша сказал, «Пора скотину кормить». Светлана Сергеевна ответила, что не заработала скотина. Пусть пляшет. Тут Томка выскочила из круга и, чтобы крокодил на неё не пялился, ведро на голову себе надела и давай по нему кулаками стучать, будто в барабан бить. Все смеялись и даже лягушонок. Светлана Сергеевна одна не смеялась. Она хотела ведро отобрать, но Томка, ловкая девчонка, убежала вместе с ним. И Васька тоже куда-то делся. Под утро Томка пришла. Коричневые глаза её сияют, будто лампочки горят, а по колготкам кровь бежит, как из петуха, красная. Светлана Сергеевна спросила, где ведро. Томка не знала, только улыбалась и недосказанно. Светлана Сергеевна велела ей лечь на пол и стала бить её по пяткам. Я понял, зачем она это делала. Я читал, что по пяткам бьют покойных, когда не уверены, что они умерли. Это называется проба розе. Но Томка дожива. Она хохотала и необузданно извивалась, когда Светлана Сергеевна её била. А Светлана Сергеевна злилась и всё сильнее окрокодиливалась. От неё шёл монотонный холод. А Ваську дядя Миша поймал, когда тот через забор перелезть хотел. Светлана Сергеевна так кричала на него, что дядя Миша натурально захотел есть и ушёл в столовую. А Васька сказал «Зарежу суку». И зарезал скоротично. Только не суку, а Светлану Сергеевну. Она лежала у фонтана, а голова с накрашенными губами лежала отдельно и улыбалась. Когда была приставлена к Светлане Сергеевне, никогда не улыбалась, а теперь улыбается. Как такое возможно? Природа ничего не понимает, и ей довериться нельзя. Тогда я стал любознательно делать пробу разе. Бил палкой по пяткам, но тело Светланы Сергеевны не подавало признаков жизни. А еще утром она кричала расточительно. Я еще хотел проделать пробу де гранша, но у меня не было горячего масла, чтобы ввести его в сосок Светланы Сергеевны. А голова все еще выражительно улыбалась. Тогда я вспомнил, что надо проверить зрачки, слегка сжать глазные яблоки с боков. И да, зрачки так и оставались овальные. А по правому глазу вообще ползала жирная муха. Откуда она тут взялась? А глаз от мухи даже не мигал. Значит, голова Светланы Сергеевны тоже умерла. Красиво. Живая красная улыбка на мертвой голове. И черная муха. Следил за ней, пока не улетела. Осталось последнее средство. Поколотить по щекам и поколоть иголкой уши. Но пришел дядя Миша, пододвинул головы Светланы Сергеевны к телу и накрыл простыней. Опыты пришлось прекратить. Я так и не узнал обобщенно была ли у Светланы Сергеевны душа или что там вместо нее. Может это и была муха. А потом дядя Миша куда-то унес Светлану Сергеевну. Я глянулся и увидел, что крокодил был в крови и старательно облизывался. Но ведь он же каменный. Очень холодно. Снег тоже красный. Лягушонок тоже умер. Светлана Сергеевна сказала это чудо что он прожил девятнадцать. Кто-то истыкал его большим гвоздем как крысу. Зачем? Это не была пищевая мотивация. Все части тела лягушонка были на месте. Я хотел посмотреть с погружением что у него внутри. Почему он не мог говорить ведь рот у него широкий и где у него душа. Томка говорила что у лягушонка она была определенно. Осталось узнать где. Но дядя Миша его тоже накрыл простынёй и не дал исследовать. А новая Светлана Сергеевна которую присылали вместо старой сказала пойдемте танцевать. И мы снова поступательно ходили по кругу. Крокодил наблюдал за всеми. Томка думала что он бессовестно смотрит только на неё. Она хотела снова надеть ведро на голову но Васька сказал пойдем в кусты. Они ушли. А новая Светлана Сергеевна не обратила на это внимания. Я тоже хотел пойти но Светлана Сергеевна платоядно держала меня за руку. Томка стала совсем негодная. Бегает стильно задирает подол и показывает всем чёрненькое а сама такая красивая и улыбается голые глаза чистые чистые. Мама мне давно говорила что показывать всем что у тебя есть в штанах неприлично. Мама всё не едет. Наверное тоже умерла. А может её и не было. Я не помню её лица. Светлана Сергеевна сказала что все мы дети алкашей и проституток. Я ничего не помню. Что же мне делать? любить Томку или не любить? Я не чувствую жар любви про который пишут в стихах. А иногда кажется что в Томке живёт нет не крокодил что-то демоническое. Мне часто бывает холодно. Наверное со мной что-то не так. Аномальный ботаник. Нам поставили другой забор. Высокий без щёлочек. И телёнка больше не видно. И вообще ничего не видно. Лил дождь и я сидел в библиотеке. Я читал книгу про одного учёного который заразил весь мир пандемическим вирусом. Потому что боялся что людей на земле стало слишком много. Перенаселение планеты. И воздействие вируса должно проявиться лишь у некоторых детей. Они с рождения нездоровы. У них никогда не будет потомства. А как их выбирают подумал я. Тем кому никогда не придётся стать родителями. И какой может последовать побочный эффект от всего этого. Ведь у всех лекарств да и вообще у всего на свете бывает побочный эффект. Мама говорила что человек не должен превосходить назначенный ему господом. Или это не мама говорила. Вопросов не становится меньше. Томка сказала что иногда хочет жить а иногда хочет умереть. Эмоциональная амбивалентность зачем умирать? После смерти вы не сможете измениться к лучшему. Я наверное уже старый у меня болят колени я не хочу умирать. Матвей Кузнецов поднялся с дивана вышел на улицу мороз тут же прильнул к пылающему лицу забрался под воротник и свернулся в клубок на груди сжимая сердце ледяными пальцами старик загурел немного отпустило это что ж такое кто это все написал как такое вообще могло быть прочитанное никак не укладывалось в седой голове дед Матвей взял лопату прошелся по дорожке поправляя снежный коридор дорожку он чистил регулярно снегопада нынче не было механические привычные движения должны были отвлечь от страшного повествования не отвлекли аккуратно поставив лопату Матвей вошел в дом Вера дремала перед включенным телевизором стараясь не разбудить жену старик прокрался к дивану и снова потянулся к тетрадке в калинкоровой обложке не знаю сколько лет прошло я долго не писал в дневник а что писать все одно и то же бег по кругу каждый следующий день похож на предыдущий но сегодня сегодня мною владела энергия иступленной ярости не знаю к чему это приведет какой будет взрыв сегодня банный день очередная Светлана Сергеевна сказала бабки и детки лягте в круг мы лежали голые на каменном полу стриженные затылки не поймешь где кто а она поливала из шланга и лениво возила шваброй по зябким одинаковым телам даже огромному толстому Ваське было холодно он икал и всхлипывал пугливо Томка никак не могла подняться и плакала короткие волосы встопорщили седым ёжиком у неё ногти стали отвердевать окаменело тело только внутри осталось что-то и выходило из-за неё тёплыми слезами стекало по коричневым тряпочкам грудей Светлана Сергеевна выкрикивала злобу квадратным красным ртом речевая грубость отнимает у женщины часть женственности мы как лилипуты имеющие нестандартно маленькие размеры для своего класса мы старики но не были и никогда уже не станем по-настоящему взрослыми у нас нет и не будет детей зачем нам жить я решился я чувствую его в себе демона я сделаю инферно восьмого круга я смогу и пусть обманщиков бичуют бесы тираны пусть кипят в смоле кто вынырнет их подстрелят из лука и снова задолкают баграми а воры пусть мучаются гадами взаимоперемешиваясь с ними окрокодиливаясь и пожирая друг друга вечная драка в грязном болоте а мы мы просто умрем ни плача ни вопля ни болезней больше не будет ничего не будет вечность начинается сегодня интересно куда уйдет тот кто внутри сидит может обратно в крокодила какое это все имеет значение изменить ничего нельзя Матвей Кузнецов поднялся держась за грудь попытался растереть ее но корявые пальцы не слушались тетрадка в калинкоровом переплете упала на пол жена его Вера пережила мужа всего на полгода в калинкоровом до сих пор нежели в калинкоровом в калинкоров транспорте до сих пор Продолжение следует...